всем привет в сравнении смартфонов samsung galaxy s21 в черном цвете против samsung galaxy s21 fe в оливковом цвете со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео также сравнить стоимость и наличие данных устройств чуть дороже будет samsung galaxy s21 вот ненамного примерно на 100 долларов у них сейчас разница по цене вот и давайте разбираться чем они отличаются по внешнему виду видим сзади они очень похожи но есть небольшие отличия тут есть комбинирование материалов то есть блок камеры металлический и пластиковая задняя крышка матовый пластику galaxy s21 тут задняя крышка на цельная и блок камеры либо часть тоже задней крышки полностью пластиковый вот тоже очень качественный матовый пластик такой же как на galaxy s21 в общем похожие устройства отличаются по габаритам думаю заметно диагональ дисплеев galaxy s21 и чуть больше 6 4 дюйма против 6 2 дюйма у обычного galaxy s21 так снизу по размещению элементов все идентично металлическая окантовка что там что там вот справа кнопка включения кнопки регулировки громкости на левой грани нет ничего снизу слоты для двух наносим карточек нет возможности расширения с помощью микро sd карточки также смартфоны защищены по стандарту ip68 поливлагозащита тайп-си порты динамики так вот это выглядит чуть по примен премиальные материалы корпуса единственное что у galaxy s20 чуть побольше да то есть в бокале блок камеры он металлический все как бы по внешке особых отличий больше нет зажмем кнопки включения посмотрим кто быстрее загрузить систему ну вот так же по сути один и тот же дисплей amoled динамик amoled 2x 120 герц 2000 на 1080 точек разрешения дисплея galaxy f я чуть быстрее а включился и ожидаем galaxy s21 долго включается странно он был полностью обновлен как тут мы какое-то небольшое обновление пришло возможно кстати это же обновление она поставилась автоматически на galaxy s 20 потому что долго включается такое бывает если какое-то обновление установилась фоновом режиме ну вроде все нормально программ обеспечении вот хорошо пусть обновится у нас galaxy s 21 и я их еще раз выключу и включим чтобы уже точно замерить их по скорости включения в одинаковых условиях так включаем устройство уже все обновления точно установились и ожидаем загрузку идентично включается одновременно что там что-то перейдем на стройке так чуть кстати отличается дисплей но это может из-за яркости на яркость не максимальная на все идентичная два дисплея не отличается вообще одинаковое разрешение так сведения телефоне сведения о программном обеспечении у англии 40 андроид 12 ног с 3.8 перейдем в синтетические тесты гипбенч 5 уже отличается есть отличие по процессору samsung galaxy s 21 процессор exynos 2100 это восьмиядерный процессор 4 плюс 3 плюс 1 19 2 и 9 2 и 8 и 2 и 2 гигагерца тактовая частота у galaxy s 20 21 кофе у нас нам dragon 888 то есть идентичная по ядрам 4 плюс 3 плюс 1 но отличается чуть тактовая частота тут 1.8 2.4 и 2.8 гигагерца видео ускоритель мали j78 тут адрена 660 смотрим результаты тестов вот чуть-ка с 20 его выигрывает тест видео ускорителя значительно с 21 выигрывает антуту бенчмарк семьсот сорок три тысячи туда же galaxy s 21 и все набирает больше в рейтинге посмотрим как наше устройство расположились то 14 место тут 18 место хорошо откроем тяжелую игрушку по мобайл одновременно также посмотрим по скорости загрузки то есть со всеми задачами понятно устройство справляется идеально только такая операция компиляция на компиляция ресурсов происходит ну так бы они примерно одновременно бы загрузили вот по графике вот такой же самый лучший уровень графики на galaxy s 21 фе вот и такой же самый лучший уровень графики на galaxy s 21 сейчас настройки графика а нет кстати на galaxy s 21 на обычном видим уровень графики не максимальный он чуть ниже вот ультра недоступно на нашем устройстве тут ультра доступно его можно докачать на galaxy s 21 и в общем самая тяжелая игрушка по мобайл хоть казалось бы да какие крутые результаты и там и там в тестах но вот есть оптимизация и под папку по мобайл под galaxy s 21 не до конца не максимально оптимизирован с 21 фе в этом показатели выигрывает на ну snapdragon в принципе всегда железо волком она была чуть лучше по играм чем любое другое но думал что все равно тут будет и там и там с запасами ну видим вот так а теперь покажу вам примере снимков на камере как устроиться сравнение сможете оцените качество ну что касается автономности в общем это в принципе единственный ну вот помимо того что чуть лучше наверное все таки да будет к средним по играм galaxy s 21 фе он и чуть лучше будет по автономности у него просто больше больше габарита и больше объем батарейки 4500 мАч против 4000 мАч у galaxy s 21 поэтому при одинаковой нагрузке galaxy s 21 фе проработает чуть больше во всем остальном по премиальности корпуса по камере лучше будет причем значительно лучше будет galaxy s 21 на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на калмакс и мобайл комментируйте ставьте лайки и ждите новых видео пока